Елена Щербакова Кавалер Ордена Дружбы Лауреат премии правительства Российской Федерации Здравствуйте, Елена Александровна Здравствуйте, Светлана Очень рада видеть вас в нашей студии Когда-то Игорь Моисеев собрал лучших танцоров самородков С бывших республик Советского Союза Скажите, в наше время такие самородки находятся? Ну, конечно, есть очень способные, талантливые ребята Но прежде всего они приходят в нашу школу У нас, вот как раз в этом году, у нас набор Уже 18-й набор в школу-студию при ансамбле Это первая в мире государственная школа Профессиональная школа народного танца Которую Игорь Александрович открыл При поддержке правительства в 1943 году Во время войны Казалось бы, никто не думал о танцах А он уже был уверен, что ансамблю Который был им создан в 1937 году Необходимо именно воспитывать и обучать новые кадры Именно внутри коллектива По его собственной методике Чтобы потом их не переучивать И вот у нас очень способные есть ребята-артисты Раньше, когда он организовывал ансамбль Вообще не было профессиональных артистов А значение ансамбля в том, что Моисеевый гений в чем? Что он единственный, первый в мире Перенес народный танец на профессиональную сцену И дал ему совершенно другую жизнь По всем канонам искусства Там есть и драматическое искусство И хореографическое, и классика И народный танец И самый главный, конечно, его уникальный талант Как балетмейстера Плюс режиссера То, что бывает редко в одном человеке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ирина Александровна, расскажите о трупе Что составляет организм вашего коллектива? Сколько человек входит? Вообще в труппе 150 человек Сейчас вот мы примем 12 новых молодых студентов Это будет, да, это будет уже 162 человека 35 человек – это наш малый симфонический оркестр К сожалению, из-за кризиса Но мы вынуждены часто сегодня ездить без оркестра Фонограмма записана нашим оркестром Но в Москве мы всегда даем концерты Только с оркестром Только, да Есть страны, которые приглашают Исключительно с живым оркестром Но их не так много Но потом для них нужна оркестровая яма Не всегда получается так, что ты работаешь В концертном зале, где она присутствует Оркестр на сцене – это не наша история Вот И Моисеев к этому стремился Но также в этом оркестре присутствуют и баянисты И детей в школе обучают игре на музыкальных инструментах Обязательно баян То есть в артист оркестр они тоже могут попасть у вас Нет, они не могут попасть Но есть такие номера, как старинная городская кадриль Или, например, воскресенье Где артист должен играть на мандолине, на гитаре, на балалайке Поэтому они это все проходят И проходят фортепиано обязательно Девочки обязательно фортепиано Аранжировки сделаны специально для нашего оркестра Вся музыка, она написана Если она народная, она сделана аранжировка для нашего оркестра И мы это не меняем У нас балет – это 90 человек И минимальный административно-технический персонал Нет у нас никаких менеджеров, которые делают гастроли Никаких отделов по 40 человек Никаких заместителей Ничего у нас этого нет Мы все делаем сами Ивана Александровна, вы являетесь счастливицей Потому что вы ученица Игоря Моисеева Расскажите, как ваш творческий путь начинался? Ну, моя мама балерина большого театра Солистка, характерная солистка Большого театра была И я, в общем, с 4 лет была где-то за кулисами Она меня очень часто брала на свои спектакли И я танцевала сама Меня никто не учил Я все время танцевала Мне это доставляло огромное удовольствие И на пальцах танцевала Без пуантов, естественно И потом, когда меня мама привела в балетную школу Большого театра Меня не приняли сначала Так как у меня спортивная фигура Я была ширококосная Ну, в общем, с хорошими данными И мне пришлось поступить в училище Позже, на следующее отделение, на экспериментальное И потом, во время учебы, уже в училище Я увидела ансамбль Моисеева Это была программа, где они танцевали рок-н-ролл Знаменитый Моисеевский рок-н-ролл Который он, увидя его в 58-м году При первой гастроле в Соединенных Штатах Он привез этот рок-н-ролл Он поставил его как пародию Страна была закрыта Рок-н-ролл запрещено было танцевать Он сделал из него пародию Считайте, по сути, Игорь Александрович, первый, кто привез эту культуру к нам в страну В Советский Союз И меня это, конечно, просто покорило Я ничего подобного не видела Я для себя решила Что если меня не берут в ансамбль То я прекращаю все танцы Я иду на педагога Сразу учиться Собственно, я потом и закончила ГИТИС На педагогическом отделении Но это уже для себя Уже будучи зрелой танцовщицей Вот Моисеев пришел к нам в школу И взял меня в ансамбль Вот в 16 лет я пришла в ансамбль Я знаю, что вы были самородкой в его ансамбле Даже благодаря вам какие-то спектакли восстановились Благодаря мне он просто видел во мне Исполнительницу двух номеров И татарочки, и табакиряски Которые долго не шли Были поставлены на предыдущее поколение Потому что он всегда искал типаж Вот на кого он мог поставить Тот или иной другой танец И вот мне посчастливилось На меня он это возобновил И я это танцевала, в общем, всю жизнь Как говорится Ну, постепенно Сначала была табакиряска Это два очень сложных технические и актерские номера Моисеевцы – это такой народ Это не просто вот ансамбль и какие-то случайные артисты Это жизнь, потому что сначала человек заканчивает школу Его готовят к ансамблю Его главная мечта – поступить в ансамбль Когда мы берем только лучших Естественно, не всех, кто закончил школу И потом дети в 15 лет очень меняются У кого-то портится форма Вот как раз последний класс Кто-то, наоборот, из толстого становится худым У кого-то просыпаются актерские способности А кто-то, кто был способный, вроде как маленький Он вдруг останавливается Не перестает что-либо выражать Это очень сложно Это очень индивидуально Вот Ну и потом вот этот процесс общий Школа и ансамбль Одно творчество Один творческий процесс На последний год они проходят практику в ансамбле Все студенты И тех, кого мы планируем взять в ансамбль Мы, конечно, уже стараемся занять в наших концертах А вы, как художественный руководитель Какие-то все-таки изменения свои внесли? Я очень хотела бы сделать новую работу Ну, мы сделали шесть новых работ После ухода Игоря Саныча Но это как бы продолжает цикл танца народов мира У Моисеева было всегда так Больше полутора часов концерт не может длиться Потому что ни человеческое око Ни организм, ни голова Не может выдержать больше Человек начинает ерзать, как он говорил, на месте Ему хочется выйти А вот это уже неправильно Поэтому концерт нужно закончить тогда Чтобы у человека были эмоции Как это здорово, а почему так мало Чтобы он хотел прийти еще раз Поэтому формат полтора часа Потом все равно каждый концерт Каждое произведение должно нести какую-то идею Вот в данном случае это идея добра Ничего нового я придумать не могу Идеи зла пропагандировать мы не будем Вот один поклонник написал Мы вас обожаем Мы всегда смотрим все концерты Мы понимаем, что сейчас кризис Как было бы хорошо Если бы вы поставили какое-нибудь произведение Ну на тему, как олигархи отдыхают в Куршавелле Как они питаются Как они общаются Вот просто написано И тогда бы им это очень понравилось И вам бы дали денег Ну что я могу сказать Ну бред какой-то Потому что это никого не волнует Как олигархи отдыхают в Куршавелле Вот мне это неинтересно совершенно На тему о современной жизни Мы даже не знаем, что можно поставить К сожалению, да? А у Моисеева его произведения Которые, например, «Моисеевские партизаны» Это гениальное произведение Потому что это не просто партизаны Второй мировой войны Когда он ставил это после войны сразу И такой эпизод взят Это открытие Кавказского фронта Но там воевали люди Независимо от их национальности Кавказцы они были Кто? Кто из них кто? Кто чечен? Кто грузин? Кто армянин? Я не знаю Русские Все вместе Украинцы Они просто боролись За свободу своей земли Вот кризис А в послевоенное время Это была разруха Как Игорь Александрович Справлялся? Гастрольная деятельность Как вообще проходила? Но вы знаете Наша гастрольная деятельность Началась в 1945 году За рубеж Это были первые гастроли Ансамбля в Финляндию Это был сборный концерт Это я говорю с рассказов Игоря Саныча Меня тогда еще не было Это был сборный концерт Который состоял из артистов Большого театра Чисто классических И пианисты И оперные певцы И балет был классический А в конце был блок Заканчивали блоком Ансамбля Моисеева Это были в основном Конечно русские танцы Ну может быть Первые его номера Это сюита старинных русских танцев Калмыцкий танец Который идет на протяжении 80 лет На сцене И пользуется огромным успехом Везде Когда вышел ансамбль Моисеева После концерта была полная тишина И Моисеев очень испугался Что это провал И вдруг зал Зал просто загрохотал аплодисментами Финны Которые вообще были противниками Союза Во время войны Люди Все равно Люди есть люди Ни один нормальный человек Не хочет войны И хорошее настоящее искусство То есть все воспринимают позитивно Мы были 16 раз В Соединенных Штатах Во Франции В Италии В общем посетили 65 стран И народ всегда нас принимал на ура Может быть есть еще страна В которой вы не побывали Ну в Арктике мы не побывали Можем танцевать там Где шельф Сейчас разрабатывают Нет, ну конечно Есть какие-то страны Где мы не были Например Малайзия Это очень интересно Вообще этот регион Для нас очень интересен Арабские страны Многие Хотя мы первые были в Египте В 1957 году Да И работали на открытии Оперного театра Египта Вот В Китае мы тоже были первые В 1954 году Приглашены на пятилетие Китайской народной республики Были Кстати в этом ноябре Едем на гастроли в Китай Да На большие гастроли Очень рады Что приехали в Оренбург После 20-летнего перерыва Я считаю Что таких перерывов Быть не должно Такая публика Такая умная Такая темпераментная публика Она дала такой заряд Артистам Которые они обратно Вернули публике Вот это то К чему стремиться Должен каждый артист Что с первых минут Мы должны заразить публику Она в ответ Должна заразить артистов Вот это все произошло И очень мне хочется Ну губернатор обещал Что мы Своё 80-летие Концертом юбилейным Отметим в Оренбурге Сейчас будем над этим работать Вообще мне бы хотелось Чтобы мы 80 лет ансамбля Проехали по всей России Потому что есть много регионов Где мы по 20 лет не были И родилось новое поколение Оно вообще не знает Что это такое Некоторые люди путают нас Моисеева другого Вспоминают Бориса Ну я не умоляю Ничьи достоинства Но это совершенно разное Это страшное дело Потому что людей Надо воспитывать И Россия Танцующая страна И нужно воспитывать Именно на этом Народном искусстве Которого нет нигде в мире Такой красоты Элина Александровна Напоследок Что бы вы пожелали Нашим оренбуржцам После такого шикарного концерта Я понимаю Что вы от нашей публики Тоже получили вдохновение Да Я желаю Как можно больше Чтобы в Оренбурге Люди видели Настоящего Хорошего искусства И в том числе Искусство танца Настоящего Чтобы они получали удовольствие Чтобы всегда был мир Чтобы всегда Светило яркое солнце И было голубое небо Над этой гостеприимной землей И надеюсь Что наша встреча Произойдет На следующий год Всем желаю добра Я тоже надеюсь Что вы обязательно Приедете На свой юбилей К нам в Оренбург Желаю вам Всего самого наилучшего До скорых встреч До свидания Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok